Я когда-то с мамой смотрела фильм про военных. И там рассказывали про военных медиков. Я подумала, вау, я, наверное, хочу стать медиком. Но потом немного отошла от этой темы. Боевой медик Екатерина на фронте в перерыве между работой рассказывает, с чего начался ее путь на войну. Девушка вспоминает, как именно в 14-м десятилетней школьнице ходила с мамой-волонтеркой к раненым бойцам. Это врезалось в память. Тогда мама взяла меня под ручку, и мы ходили в госпиталь, как-то дежурить, потом на вокзал. Мыли что-то, помогали приносить какие-то вещи. Потом у мамы появилась смена в конкретные дни недели. Поэтому я бывала там часто. Со временем девушка начала воплощать свою мечту о медицине. Три года назад поступила в медколледж. И в одно утро ее, как и миллионы украинцев, разбудила война. Мне подруга написала, разбудила, сказала, что-то происходит. Я разбудила всех остальных. Еще некоторое время мы в чате переписывались, ждали, что будет лекция. Было странное чувство, что-то где-то взрывается. Люди паникуют. Защищать Украину с первых дней полномасштабной войны отправился старший брат Екатерина. Она же нашла себя в тактической медицине. Приходилось отпрашиваться с лекций, потому что мы едем к бойцам учить. Я и так учусь в медколледже. Почему бы и нет? У меня и так есть понимание, хотя бы минимальное, что происходит с человеческим телом. Но как только окончила учебу, девушка сразу решила идти на фронт. В рядах бригады ТРО Екатерина помогает раненым бойцам уже полгода. Вспоминает, сначала было тяжело. Был небольшой ступор, когда я не могла понять, как бинтовать плечо. Разобралась, но пока это было для меня труднее всего. Рядом был человек, который меня учил и теории, и практическим навыкам. Скольким бойцам помогла, Катя не считает. Говорит, только каждый день работы хватает. Что-то ты как довольна. Сейчас-то я буду колот. Но одного из тех, кого спасла, помнит. У него было тяжелое ранение в ногу. И ему пришлось не только оказывать медпомощь, но и заговаривать. Мы его транспортировали, мы говорили. Я расспрашивала, как его семья, дети, жена. Разговаривали обо всем. Просто следила за тем, чтобы он чувствовал себя хорошо и не упал в обморок. Руководителям службы подразделения Иван рассказывает, что порой для спасения одного раненого нужно трое медиков. Так что это всегда командная работа. А еще важно не забывать о своей безопасности. Когда есть раненые, тебе максимально быстро нужно к нему добраться. И самое тяжелое – это сам маршрут. Потому что, когда враг видит, что он куда-то попал, он уже заранее понимает, что там могут быть раненые. И что сейчас туда пойдет медик, они начинают целиться. После помощи боевые медики как можно быстрее доставляют бойца в ближайший стаб-пункт. Екатерина говорит, о своем выборе не жалеет и будет спасать бойцов, пока не победим. Я нашла свое место, вижу, чем я могу заниматься дальше. Мне нравится. Если бы можно было вернуться в прошлое, еще раз выбрать, я бы пошла туда же.